Следуя от Кремляной Ордань, крестным ходом православно напоминали табалякам о празднике Богоявления Господня. За две недели на Иртыше возвели снежный городок. На площади 1600 квадратных метров рабочие соорудили часовню, лестницу с перилами, раздевалки и купель. Толщина льда на реке 50 сантиметров, у проруби 90. Владыка Дмитрий 32-й раз совершил в Тобольске великое освящение воды. Верующие вспоминали события, когда пророк Иоанн Претечи узнал Христа среди множества людей. Когда приступаем к этой воде, мы омываем свои немощи душевные и телесные и освящаемся действием благодати Святаго Духа. И желаю, чтобы эта радость праздника коснул сердце каждого из нас. Сегодня в Тобольске нет крещенских морозов. Всего минус 14, но лед под ногами трещит. В полудню собрались на праздник около 500 табаляков. Небольшими группами они спускаются к Иордане набрать воды. Вода помогает, конечно, очищает все от грехов. Сколько набрали воды? Ну, сколько? 25 литров. Бабушкам, детям, ну, себе и соседям. Дома осветить и попить, чтобы все хорошо было, чтобы здоровье было самое главное. Первыми отважились окунуться в ледяную прорубь учащейся духовных школ. Пример подал владыка Дмитрий. Красота, красота. Благодать всегда согревает. Крещенской Иордании даже выстроилась очередь. Погружение в купель – это не церковный обряд. Это народная традиция, которая объединяет и дает возможность показать сибирскую удаль. Для тепла и удобства положили под ноги сено два тюка привезли из Абалакского монастыря. Это русский дух, а русский дух, он требует подвига. Основной поток верующих на Иртыше ожидается после рабочего дня. Приобщиться к традиции можно и в поселке Сумкино и в селе Абалак. Там тоже создали безопасные купели. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.